Музыка Уважаемые зрители, продолжаем наш специальный проект «Жизнь без лекарств». Сегодня мы поговорим об интереснейшем разделе и одном из самых многообещающих разделов без лекарственных методов лечения и сохранения здоровья, поддержания. Это термодинамическое питание. У нас в гостях, по моему мнению, наиболее интересный специалист данной области Николай Викторович Кузьмин, доктор физико-математических наук, биофизик, профессор Лейбинского университета. Привет, Горя. Здравствуй, Михаил. Давай немножко поясним то, что сейчас популярно. Это так называемое питание low carb, high fat. То есть в переводе это мало углеводов, много жира. Это низкоуглеводная диета. Такой вот стиль питания, когда вместо того, чтобы есть, так сказать, картошку, рис, макароны и хлеб, мы начинаем спокойно, радостно есть, вот, так сказать, сало, бекон и прочее мясо жирное. То есть у человека, когда он ест жир, от жира он не жреет. Когда он начинает есть активно жирную пищу, то и его личные жировые запасы начинают активно задействоваться, и он начинает их использовать, наконец-то после вот многих лет запасения их, когда человек питался в основном высокоуглеводной пищей. То есть идет сброс веса до, там, 10 килограмм в месяц фактически, при том, что и кожа подтягивается, при этом она не обвисает. Они себя начинают лучше чувствовать. У них улучшается кожа, улучшаются волосы, улучшается ментальное состояние, то есть они становятся спокойнее, они могут сфокусироваться. Это вот из таких быстрых эффектов. В том числе, как приятные эффекты, такие моменты, как перестают болеть зубы, потому что люди перестают есть сахар, и многие другие вещи. В длительном периоде нормализуется уровень сахара в крови, исчезает диабет второго типа, людей снимают с лекарств. Это как бы простая такая вещь, доступная для многих людей. В свое время это началось с Соединенных Штатов Америки. В 60-е годы была жесткая атака на жиры. Тогда вот решили, что все эти бляшки в сосудах и так далее, это все жиры в этом виноваты. Сегодня там, на Западе, идет пересмотр. Это мощнейшее такое движение, пересматривают это явление. Но это простая вещь. Мало углеводов, много жира. Она работает только, грубо говоря, для более-менее здоровых людей. У человека больного нарушена гормональная регуляция, которую перед этим надо восстановить. То есть надо понять, как у него хорошо или плохо работает центральный аппарат регуляции, который располагается в стволе головного мозга. И для этого надо лечить сосуды и так далее. Мы стали применять это комплексно и вышли на некие моменты, которые нам помогают на сегодняшний день применить так называемое термодинамическое питание. Почему термодинамическое? Потому что оно позволяет подобрать определенный режим питания каждому конкретному человеку, независимо от состояния тяжести его заболевания. А для этого нам нужно, кроме того, что они сдают, пациенты, естественно, сдают серьезные профили гормональные, серьезные, чтобы мы могли четко подобрать. Кроме этого, еще разработали специальные дневники питания и так далее. И хотел бы, чтобы ты об этом рассказал. Если у человека есть заболевания печени, почек, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и от жирной пищи ему не очень хорошо, тогда, да, надо подбирать ему, во-первых, естественно, все равно мы из питания исключаем, там, так сказать, быстрые углеводы в виде сахара, фруктов, соков, меда и так далее. То есть это уже очень способствует улучшению его здоровья. И потихонечку, потихонечку мы, соответственно, оптимизируем питание, добавляем туда в небольших количествах жиры. И тем самым, не сразу, конечно, те вот замечательные эффекты проявляются со здоровьем, но постепенно можно добиться тех же самых результатов просто. И заболевания, которые наблюдались у человека, они частенько проходят. Данный стиль питания является не просто индивидуальным для конкретного человека, на самом деле он должен применяться по отношению ко всей семье. Особенно это важно в случаях, когда мы имеем дело со случаями детей, когда дети уже больны, дети уже имеют ожирение, у них жировой гепатоз печени, у них огромный лишний вес. И здесь в первую очередь надо начинать работать с родителями, чтобы они помогали своим детям и желательно сами начали питаться правильно. И тогда уже потихонечку переводили детей тоже на новое питание, чтобы хотя бы дома дети не видели эти вредные для здоровья продукты. С точки зрения детей большая проблема, сейчас она нарастает. Вы можете зайти в любой супермаркет, на автозаправке даже на любой. И там вы, если оглянётесь вокруг, то вы увидите, что вокруг они конфеты. Поэтому агрессивная такая у нас сахарная среда вокруг, честно говоря, это приводит к тяжёлым последствиям в плане общечеловеческим. То есть ожирение растёт, сахарный диабет второго типа и первого типа растёт у детей особенности. Вот. Атеросклероз вообще, мы о нём уже говорили, это вообще просто убийца самый настоящий. Но до этого лучше не доводить, дорогие друзья. Вот. И поэтому хочу обратиться к тебе ещё раз, Коль. Пару слов скажи для людей, чтобы они, как говорится, набрались жизненной энергии и придерживаться начали правильных типов питания. Просто надо питаться натуральными продуктами животного происхождения. Обязательно надо есть яйца, не надо бояться, что у вас от них повысится холестерин. Холестерин – это хорошая вещь. Как раз когда вы будете есть яйца, у вас не будет атеросклероза. Питайтесь обязательно, кушайте хорошее мясо, птицу, рыбу. Кушайте овощи обязательно. Готовьте на сале, на оливковом масле. Постарайтесь избегать вот вышеуказанных всех сладких продуктов. Потихонечку вам, так сказать, будет сначала их недоставать, потом вам их и не захочется есть. И те фантастические эффекты с вашим здоровьем, которые вы будете наблюдать буквально, вот, как я говорил уже, в первые дни, недели, месяцы, вам дадут силы и вам не захочется возвращаться назад. Дольше вы будете жить без таблеток и лекарств, как вот в песне пелось. Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Вот это как раз вам позволит позабыть про докторов. Я хотел сказать спасибо, Николай, что нас посетил. И я думаю, что полезно будет людям посмотреть и применить в своей жизни эти принципы. Ну, а кому, как говорится, тяжело уже, кто уже в состоянии заболевания находится, приходите, поможем, как говорится. Слава Богу, наука до этого сейчас дошла уже. Жизнь без лекарств. Жизнь без лекарств. Продолжение следует...